Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем привет, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не ровно, примерно год назад, потому что в это время, год назад я был в Китае на острове Хайнань и записал я там два цикла видео, которые только-только сейчас, год спустя у меня дошли... Прошу прощения, нормально все... Сын сдавал экзамен, значит, отчитался, что экзамен сдал... Вот так вот. Итак, значит, был на Хайнане, записал два цикла суроков, и один из них обработал уже, и вот как раз анонсирую, выложил на Ютубе. На Ютубе на моем канале сейчас серия из пяти видео, она в открытом доступе, это бесплатно, хотя первоначально я вообще планировал на базе этих видео сделать платный маленький видеокурс, или аудиокурс, вот, или вообще какой-то программный продукт такой, что может быть и выйдет, если я его свои расширю. А сейчас пока, а может я вообще его сделаю прям платным, закрою его, ну, в открытый доступ, и все, так что, ну, обязательно посмотрите, сейчас пока возможность такая есть, а может останется она, я еще пока не придумал. Так вот, как раз я записал курс лекций, 5 лекций, о том, как победить лень. Суть вот в чем там, самое главное, что люди часто принимают за лень некоторые другие вещи, ведь то, что человек бездействует, или не может начать действовать, или не может не то, чтобы заставить себя действовать, а там откладывает что-то на потом постоянно, вот, это разные вещи, это не лень, это, вернее, это не все лень. И поэтому, когда человек говорит, что он ленив, скорее всего, он говорит о том, что он не эффективен в плане выполнения каких-то задач и дел. Так вот, это не всегда лень. И как раз в этих пяти видео я разбираю о том, какие бывают, собственно говоря, преграды. И первое, в первом видео я даю, значит, обзор четырем основополагающим моментам, про которые пойдет в остальных видео речь. Итак, первое, это действительно лень, как таковая. Я рассказываю, что такое лень и как отличать ее от всего другого, вот, и как, соответственно, бороться с ней. Это, во втором, значит, следующее видео, оно идет о недостатке воли, потому что, понимаете, недостаток воли – это не всегда лень. Человек может, ну, дайте, я не буду все подробно рассказывать, вот, то есть, я рассказываю о том, как диагностировать вот именно недостаток воли, как отличить это от лени и как, соответственно, дело побеждать. Третье, значит, третье видео по теме, уже предметное, идет о ступоре перфекциониста. Ступор перфекциониста – это уже для боли, если лень и недостаток воли – это для менее, значит, организованных людей, то для более организованных людей есть другие моменты, которые мешают им действовать эффективно. Вот ступор перфекциониста – это когда человек хочет сделать настолько все хорошо, настолько хочет сделать все хорошо, что в итоге не берется за дело, потому что ему все время что-то мешает, ему что-то не хватает. Ему хочется сделать очень хорошо, он не может сделать плохо, как он, в самом деле, считает, но для того, чтобы сделать отлично, ему нужно еще что-то, немножко материалов, ну, подсобрать, немножко об этом что-то разузнать, пройти еще какой-то обучающий курс, собрать информацию дополнительную, купить оборудование какое-нибудь или еще что-то. В итоге он откладывает, 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 откладывает до такой степени, что когда он даже, может быть, соберет всю необходимую, вроде как, информацию для того, что ему нужно и все у него будет, может пропасть актуальность вообще той темы, которую он себе решал. Несмотря на то, что у него все для этого есть, только это уже никому не нужно, и даже ему самому. Вот, я рассказываю о том, как побороть ступор перфекциониста без ущерба для дела, и, значит, все это дело решать. Значит, и последнее видео, оно пятое, но это четвертое видео, уже предметное имеется в виду, то есть о том, как различать различные вещи, которые мешают нам действовать эффективно, это прокрастинация. Нам разбираются два типа прокрастинации. Первое, это когда человек откладывает дела важные на потом, имеется в виду, решает их во вторую очередь. То есть, предположим, на день есть список дел, которые, понятно, как любой список дел, не решить в течение дня. И человек, тем не менее, все равно начинает дела решать с более легких, которые ему более приятны. В итоге, к тому моменту, когда он уже порешал кучу мелких незначительных дел, которые, в общем-то, не важны, он не решает абсолютно стратегически. И так длится изо дня в день, из года в год, в итоге он не продвигается в сторону своих стратегических направлений вообще никак. Вот, совсем. И второй момент, в итоге прокрастинационный, это человек-план. То есть, человек-мега-план, то есть, это человек, у которого огромное количество задач, когда он стратегические задачи побил на бесконечное число под задач, вроде как это правильно, но он настолько углубился в процессе планирования, что, несмотря на то, что он понимает, что ему надо срочно двигаться в каком-то направлении, есть какие-то дедлайны, он настолько расписал до бесконечности, детализировал свои самые важные задачи, что он просто понимает, что он никак не может успеть и в связи с этим никак не может приняться за дело. То есть, он говорит, вот я вот завтра соберу силами, сегодня уж отдохну там, например, да, а завтра соберу силами и начну. Это причем человек системный, методичный. У него все правильно расписано, все правильно. Он просто никак не может приняться за важное дело в силу того, что оно состоит из массы поддел. Он не знает, за что ухватиться конкретно для того, чтобы продвинуться. И вот этот самый момент я разбираю тоже и рассказываю, как, собственно говоря, это дело побеждать. Чего я такой вдруг умный и решил об этом рассказать, да? Да на самом деле все просто. Рано или поздно любой системный творческий человек, который много работает, у которого много проектов, сталкивается со всеми с этими проблемами. Со всеми. И с ленью в том числе, даже если он вроде не ленивый. Знаете, понимаете, на самом деле ведь эти вещи все, такие как лень, недостаток воли, ступор перфекциониста и прокрастинация могут существовать в одном человеке одновременно сразу. Но касаемо разных ипостасей его жизни. Например, человек может быть самим ленивым в плане физического развития своего тела, иметь недостаток воли в отношении диеты, быть перфекционистом в области своей творческой деятельности, если он художник, например, или какой-нибудь мастер фотошопа или что-нибудь еще. И быть прокрастинатором одновременно в плане создания каких-то серьезных проектов развития своих собственных бизнесов. Вот все одновременно присутствовать может в человеке. А не то, что все в одном деле присутствует. А в одном деле это не бывает. В разных делах бывает. Но в одном человеке запросто это может, и не то, что может, а у абсолютного большинства людей, я бы сказал, что у 99%, а может быть у 100%, потому что нет идеальных людей, в какой-то сфере жизни, какие-то эти элементы присутствуют обязательно. И у меня тоже. И любой человек, я говорю, подходит, но кто-то просто на это забивает, сдается, а кто-то эти вопросы решать начинает. И я в свое время эти вопросы стал активно решать, потому что я веду огромное количество проектов, хочу быть эффективным. И, соответственно, мне просто приходится заниматься вопросами повышения личной эффективности. А это невозможно сделать без грамотного распределения времени и расставления приоритетов по делам. Ну, тут мы к тайм-менеджменту переходим вроде бы как, но я говорю, что и в тайм-менеджменте можно тоже стать прокрастинатором. Вот очень даже запросто. Я говорю, все расписать, прям до мелочей, и в итоге ничего не делать. Вот. Ну, вот поэтому эти вещи важно осознать. Иногда для того, чтобы начать активно действовать, достаточно просто осознание проблемы. Ну, все. Ну, и вот. Вернемся к тому, что я не буду вам все детали рассказывать. Все это вы можете посмотреть на видео, поэтому заходите на мой канал на YouTube. Вот сейчас эти видео, 5 штук, они лежат самыми новыми, что называется. Только они, конечно, разумеется, лежат в обратном все порядке. Вот. То есть, с пятого начинают. То есть, зайдете на мой канал на YouTube, вот, и посмотрите. Зайдете во все видео, и они последние сейчас эти видео. Или, если хотите, находите это в плейлистах, в следующих. Там есть такие плейлисты, как лекции, есть плейлист, как начать действовать, вот. И есть плейлист об успехе и мотивации, вот. Тоже там это все, это дело есть. Вот. Можете там это посмотреть. В общем, не промахнетесь, если зайдете на YouTube. Эти видео, они самки крайние, самые свежие, поэтому все найдете. Вот. И вот сейчас непосредственно, прошу прощения, я обрабатываю следующую порцию видео. Это вообще пафосно называется. Пипец. У меня, наверное, сразу мои эти хейтеры, которые есть на разных форумах, там. Они просто там и зайдут. Что ушил в умании величия. Почему? Потому что называется эта серия о том, как начать правильно думать. Или вот, я еще не придумал, как ее назвать. В общем, о том, как начать думать. Там тоже несколько видео. По-моему, пять. Да. Я их уже подготовил, обработал в них, синхронизировал, поставил звук. Вот. И вот займусь сегодняшнего дня, значит, обработкой этих видео. Это все быстро, на самом деле, происходит. Что-то предыдущие пять я сделал вообще в общей сумме за пару-тройку часов. Потому что просто время, достаточно найти просто время. Никаких проблем. Вот видите, год назад записал, а до обработки руки дошли, я говорю, только через год. Но сделал очень быстро. И здесь тоже, я думаю, если я засяду, я сделаю очень быстро эти видео. Вот. Думаю, что пару-тройку... Не до конца недели сделаю точно, я думаю. Вот так вот. Чтобы, Леш, прям сразу сказать. Дам себе еще по времени резерв. Вот это вот очень интересное видео, на мой взгляд. Понимаете, это не развлекательный, конечно, контент, хотя он записан не скучным языком. То есть, там нет каких-нибудь саннотаций или апелляций к каким-то научным статьям, чтобы грузануть вас по полной программе. Ничего этого нет. Все на самом деле довольно просто. Значит, залагается и все понятно. А почему это важно? Важно потому, что... Ну, я скажу, с чем это немножко перекликается. Но только немножко. Поэтому, знаете, вот я не знаю, сейчас анонсирую вам, вы скажете, а я это знаю, и типа, нет. Я думаю, что не знаете, скорее всего, в том объеме полном, который там-то дается. Потому что, знаете, почему еще? Потому что синтенция-то понятна, с которой, смотрите, посыл идет. А дальше идут мои размышления по этому вопросу. Вот. То есть, я это пропускаю через свой собственный опыт. Равно как и предыдущие подкасты тоже, про которые я вам это говорил. Те, которые вот о том, как начинать сам действовать. Я через все это прошел сам. Я описываю то, как я это все понял и как я это все преодолел. Потому что, как мне кажется, мне удалось справиться со всеми этими препятствиями. И вот по поводу, как научиться думать. Потому что, понимаете, быть умным и уметь думать, это, в общем, разные вещи. И синтенция там, в общем-то, две. То есть, первое, что нами правит, безусловно, супер-эго наше. Супер-эго, то есть, это наши правила жизни, которые нам диктует общество. То есть, то, что стоит над нами. То есть, мы не являемся по жизни сами собой. Мы являемся тем, что делает из нас общество. Потому что мы воспитаны в императивах общества. Мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам это привило общество. И, соответственно, с этими императивами мы ведем. Нам кажется, что это вот мы и есть. На самом деле, это не мы, безусловно. Это, значит, отражение в нас, значит, общество. Или, наоборот, мы в отражении, скажем, общества. Я не знаю, можно хоть так, хоть так расценивать. Вернее, и то в друге присутствует. Вот, и, соответственно, и думаем-то мы. Все пропускаем через призму тех императивов, которые навязаны нам обществом. Это не всегда плохо, потому что существует определенного рода мораль. Если человек живет просто как животное, да, или кто-то подумает, что нам тогда надо отпустить свое я полностью и стать таким зверем. Да, общество, конечно, сдерживает. Оно позволяет нам быть корректными, культурными, воспитанными, в чем-то достигать результата. Живя по правилам общества, можно вообще продвинуться очень хорошо в регалиях этого общества. Но, есть одно но. Можно перестать вообще быть самим собой и проживать какую-то жизнь, которая, в общем-то, не ваша. Так и делает 99% населения. Они работают на нелюбимой работе или на той, которую они, может быть, считают любимой, но она рутина для них уже. Они живут какими-то задачами, целями, которыми тоже навязало общество. А в самом деле они хотели бы делать все не так, как это навязывает общество. То есть, есть очень непростой свой способ в две колонки написать. В одну колонку, что вы хотите, то есть, как вы хотите жить в этой жизни, ничего добиться хотите. А вторую колонку, что вы делаете? Вот сейчас, в настоящий момент. И у огромного количества людей ничего общего эти колонки между собой не будут иметь вообще. Ничего не будет общего. Совершенно. Прямо от слова совсем. То есть, то, что человек делает сейчас, никак его не продвигает нисколько. Мало того, что он этого не делает, того, что хочет. Но это его и не продвигает нисколько к тому, чтобы он делал то, что хочет. Это вот первая сентенция, которая сам разбирается. Как начать думать так, чтобы начать правильно действовать в том направлении, в котором надо. Это первая составляющая. А вторая составляющая – это научиться не просто думать, потому что, понимаете, думы, думы, думанье, оно происходит от знаний. Вернее, от информации. Вот у вас есть информация, вы ее можете, скажем так, обдумывать. А вот другой момент – это размышлять. А размышлять – это значит понимать. То есть, понимаете, обладать информацией – это не всегда понимать. Вы ее можете там оперировать как угодно, увязывать ее логически. Но это как китайская комната. Что это такое, вы можете нагуглить. Наберите китайскую комнату, эксперимент китайской комнаты, поймете. Человек может выдавать совершенно правильные результаты и даже действуя по совершенно логичной схеме, и всем вокруг будет сказать, какой он умный. И он будет себя считать умным, безусловно. На самом деле он не размышляет. А человек может обладать гораздо меньшим количеством информации, но он умеет над ней размышлять. И вот это совершенно другой процесс. Размышлять – это от слова понимать. Думать – от слова знать, вот так вот скажем. А размышлять – от слова понимать. И человек, который умеет размышлять, абстрактно размышлять на разные темы, увязывать различные факты, понимать глубину этих фактов, то есть понимать истинную сущность вещей, или, по крайней мере, пытаться размышлять над ней, он умеет именно размышлять, в итоге он приходит к пониманию. И такой человек, конечно, безусловно, если говорить об уме, то он умнее. Он лучше понимает все, любые процессы. И вот такие люди, которые бывают неосознанно, скажем так, эмпирически, случайно приходят к такому процессу, они, кстати, могут быть в мире, как вот, если посмотреть на них, могут быть не самыми казаться умными людьми вообще даже. Понимаете? Как это может быть? Вот реально. А в то же время у них все получается. Они вот успешные, все. Почему? Они видят, потому что предметы, они не анализируют этот даже самый процесс. Просто у них вот так настроился мозг, что они размышляют. Они размышлять могут над очень простыми вещами, но именно размышлять, а не знать и не понимать. И поэтому, знаете, как часто бывает, человек может закончить вуз или школу офигенно, вообще с офигенными результатами, обладать прекрасным объемом знаний и информацией, много чего знает, но нифига не понимает. В чем проблема-то? А другой вот, как говорят, а вот двоечники все стали бизнесменами хорошими. Почему? А двоечник может обладать информацией в гораздо меньшем, знаете, количестве. Но он размышляет над некоторыми вопросами. Вот. Над простыми, над примитивными, но именно размышляет. И в итоге это ведет его к результативной деятельности. К результативной. Вот в этом две синтенции. Разбираются такие вот основные. И дается, значит, оценка этому всему, чтобы вы в себе нашли то необходимое, что надо. И дает определенное понимание в знаниях, что ли. То есть, тьфу, заговорился, посмотрел транспортные ситуации. Ну да, да, дает определенное знание о том, как действует результативно и правильно. В плане думания. Ну и, соответственно, как этого результата всего, это достижение своих задач и целей максимально, максимально, значит, эффективными способами. Проскочил, не туда повернул. Вернее, не доскочил. О, подъехал. Так. Ну вот так вот, друзья. Вот вы все время смотрите видео без комментариев. Вот, знаете, как вот хочется вот прямо реально чтобы была какая-то обратная связь. Не знаю, там поставили плюсик, что согласны, или минусик, что не согласны, например. Ну вот что-то вот как-то вот, какая-то связь все-таки должна быть, друзья. Ну так ведь интересней же мне намного и подкасты записывать тогда, когда есть вот такая вот обратная связь. Так что давайте попробуем в эфирах обязательно как-то что-то комментировать. Это было бы очень даже здорово. Приехал раньше, чем думал даже. Так, ну что. Кто, значит, успел посмотреть, тот молодец. Кто не успел, значит, обязательно посмотрите в записи. Не такой большой получился этот эфир. Не знаю, когда приеду, я вам дам ссылку на плейлист. На плейлисты, где вы можете те видео посмотреть, о которых я рассказал в этом эфире. Только не забыть бы мне эти ссылки выложить. Кстати, вот это видео непосредственно тоже. Оно тоже появится на YouTube, только на Live Channel. Не на моем основном канале, да, с Михаилом Шиловом, а на Михаилом Шиловом Live Channel. Ну вот так вот. Ладно, друзья. Все. Всем пока. Оставляйте, кстати, под этим видео и здесь тоже комментарии и вопросы. Я на них обязательно отвечу. Всем пока.